девочки всем огромный привет всем привет из канады и снова я в заре не подумайте что я рехнулась на почве зары просто меня просили девочки померить вот этот вот черный пиджак который я в прошлый раз показывала в одном из своих видео вот этот пиджак я ломанулась сегодня в зару потому что я хочу сказать что я была на выходные в другой заре я увидела что там вообще уже все раскупили так резво все раскупают эту новую коллекцию яркую цветную я пришла сюда сейчас здесь тоже уже как бы мало что осталось но я кое-что нашла конечно вот этот пиджак который мне девчонки просили померить и какие-то другие вещи посочетаем не так много я взяла чтобы видео не получилось очень длинно сначала покажу в чем я музыка орет как резаная надеюсь что я ее перекрикиваю но я не уверена если нету наложу озвучку тогда потом значит я в своей сегодня своей шуме которые я сейчас влезла в нее и ношу все время вот такие сапоги у меня бордовые сумочка у меня тоже одна из моих так сказать новых любимец и внизу под и внизу под под этой шубой у меня красное платье это платье у меня с синекло по моему с прошлого года и на мне вот черный пояс вот такая вот цель я принесла сегодня очень яркое платье оранжевое девочки хочу его померить черный пиджак белый пиджак вот такие вот зелененькие штучки юбка юбка смол не влезет на меня но не было размера не видим не ваш не как-нибудь не застегну ее просто мне хочется примерить вот такой интересный геометрические видео не есть вот такие вот это брюки и кофта как бы они отдельно но иметь и сделаны в одном рисунке на разного цвета в общем я вам потом покажу подробнее сейчас так по верхам еще есть такое платье кстати ну потом расскажу все давайте примерять значит девочки мой первый комплект конечно же я началась зеленого и к моему невероятному удивление я влезла в эту юбку это размер смол совершенно немыслимо как бы я вообще не понимаю что происходит я вообще не похудела ни разу по моему но я в последнее время у них уже как бы нашел large и medium даже large скорее эта юбка смол я схватила ее потому что я как бы ну очень хотела ее примерить но был смол и экстра смол я подумал ну ладно я там не застегну ее на себе как-нибудь так одену сверху блузкой прикрою чтобы было не видно но вот такой вот феномен вы смотрите она застегнулась на мне замок застегнулся она конечно не маловато видите вот здесь вот вот это вот это признак того что она мне маленькая но по большому счету я хочу сказать что она очень такая большимерит наверно то есть мне нужен был бы медиум и я думаю что я бы в нем в принципе нормально бы выглядела но ну не было и не было вот пришлось от смола я на мое удивление в нее влезла имейте ввиду девочки если вы соберетесь что такое покупать она очень очень большими блузка же это наоборот я взяла large потому что именно моя идея была в том чтобы она была такая знаете более объемная такая более ну как бы при такой вот узкой юбки чтобы она давала какой-то объем сверху и в принципе да она довольно большая но можно было бы и медиум и large неплохо она такая вот видите широкая я немножко призаправила так мы в принципе если выпустить она довольно большая довольно длинная и вот такое вот сочетание очень красивая такая шелковистая белая с зеленым блузка и вот такая вот зеленая юбка очень подходит цвет не совсем сто процентов на камере даже выглядит немножко хуже на жизни прямо один-в-один то есть если вы не хотите тотал зеленый то вот разбавить с такой блузкой очень красиво единственное что вот в этой юбке она конечно сделана очень дешево у нее шов посредине это в принципе спереди и сзади у нее такой же шов сбоку замок и вот этот шов конечно посредине это делают обычно в таких дешевых вещах но так в принципе она выглядит очень неплохо очень красивый цвет и очень приятно это приятно это какое качество приятное в общем конечно синтетика сейчас проверим посмотрим так я принесла в комплект к этому комплекту в комплект комплекту я принесла белый пиджак размер медиум опять же марш не было мне нужен марш потому что он ну вот застегивается на мне в принципе застегивается знаете здесь такой хомутик на этой копточке нам четко немножко старомодная умирать застегивается вообще конечно но так немножко с мылом вот надо было бы что вот здесь упустимого пугается в самый раз ну короче я не застегивать очень красиво почему потому что три цвета зеленый белый зеленый и кстати от моей бордовые сапоги вы знаете они вроде бы как не в тему но если взять в руку мою бордовую сумочку которая просто добавляет третий цвет немножко более ну чуть чуть более веселые сделаем сочетание ветер бордовые сапоги под круга и вот такая же бордовая сумка по моему классный то есть она как бы добавляет третьего цвета но это совсем не делает слишком попугайским потому что в принципе вот здесь два цвета его неплохо продажем ну и чтобы два раза не вставать раз я уже стою в этом зеленом белозеленом я решила померить этот черный пиджак вот с этим комплектом хотя у меня на него часть большие планы у меня есть несколько вещей которые я хочу померить этим пиджаком он шикарно девушки я вам хочу сказать что он просто вот знаете на все времена это называется клубный черный пиджак вот это размер large и он не идеально подходит никаких пугольц ничего не надо переставлять он шикарно на мне сидит шикарный еще раз скажу шикарный еще 150 раз шикарный клубный пиджак с вот такими вот интересными пуговицами с металлической золотой такой нашивкой здесь просто очень красивый пиджак идеальный пиджак черный клубный пиджак если вам нужно то он такой приятный мы посмотрим его состав очень интересно какого качества как он выглядит расстегнутом видео я вам еще его по мере не раз потому что у меня есть еще костюм который с которым я хочу померить и вот это платье оранжевое я хочу померить черным пиджаком еще знаете что я хочу померить свой пояс черный золотом потому что он очень подойдет сюда вот под этот пиджак сейчас минуточку хотела примерить со своим поясом но я поняла что это некрасиво знаете ту матч золото черного не знаю мне не нравится может потому что он бархатный пояс а пиджак такой из ткани не знаю мне не нравится хотя я думала что подойдет потому что он черный и золотая такая пряжка вот к этому золоту девочки если я ору как резаная вы не удивляйтесь потому что я пытаюсь перекричать музыку которая орет как резаная следом за ней а рука к резаной так в общем это некрасиво я снимаю вот значит размер large 5590 она стоит сделана в морокко красивая такая знаете красивая ткань очень красивая расцветка немножко бы не хватает в ней манжета в этой блузке а так вот довольно такой красивый этот хомут не знаю мне нравится я люблю такие вещи немножко старомодные такие ну потому что я был в моем детстве как носили да ну и я поскольку старомодная дамы люблю вот все такое старомодное тратить сырой состав я тоже конечно полиэстер ну на всякий случай ну да да стопроцентный полиэстер никаких сомнений вообще-то понятно было за такие деньги но она красиво смотрите я принесла еще одну блузу у меня к ней есть брюки на самом деле я хотел ее померить с брюками но я решила о давайте свою цепь достану мне почему-то кажется что моя цепь здесь в тему хотя я почти что не видно ну просто такая тема 70-х вот этот вот рисунок вот этот фасон широкие рукава кстати опять вошли в моду да хорошо что я не выбросила все свои вещи широкими рукавами которые были в моде сколько-то лет назад и я хочу сказать что мне очень нравится эта блузка у меня к ней брюки другого немножко такой же расцветки на другого цвета но я посмотрел что здесь есть зеленый вот зеленый цвет и пришила померить с этой юбкой хотя она в принципе немножко немножко другой ткани видите юбка такая шелковистая и вот это вот плоско поэтому к ней очень подходила а вот это вот она такая более такой крем блин знаете такой такая ткань интересный фасон это медиум опять же я хотела взять large но решила что мне будет очень большой и правильно сделать потому что даже медиум довольно широкий вот так вот она выглядит но интересно с горлышком таким рукавчик так интересная блузка мне в принципе нравится необычная такая знаете рисунок нравится расцветка и в этот 70-х бывает классно давайте я вам сниму эту юбку раз я уже сняла значит размер смол как я уже сказала абсолютно невероятно большой размер смол видите почему она есть экстра смол медиум ларчик стрелать и дабл дабл x то есть экстра экстра есть много размеров цена 29 евро 20 95 30 евро к нам когда залетают вещи с ценами с ценами с евро с ценами в евро я проверила по баркоду мне кстати есть аппликация на телефоне который нужно сканировать в баркод и сразу вам он отправляет вас на веб-сайт любой вещи которые вы сканируете данном случае зары так вот у нас это юбка стоит по моему 65 или 69 долларов канадский хотя если 30 евро перевести в канадский доллар это будет 42 да но у нас она стоит тем не менее 65 или 69 вот такие вот вот такие вот у нас цены абсолютно не адекватны почему у нас она стоит настолько дороже я не знаю но факт и состав меня приятно удивил это стопроцентная вискоза если честно за 30 евро я ожидала что это будет синтетика но тем не менее это все-таки вискоза неплохо смотрите какой смешной но классный получился у меня комплект вы видите это одна и та же ткань только разные расцветки есть на темном фоне здесь здесь на светлым фоне здесь на темном фоне тот же самый рисунок те же самые нет не те же самые но очень похожи что я не пойму или такой же или очень похожий рисунок но в общем тема прослеживается что называется и это такой классный вайп семидесятых вообще вот это вот знаете сочетание хотя по ткани они разные ткань такая на брюках более шелковистая блуза такая более крем плен как я уже сказал шевшаренькая такая я потом снимал состав конечно но мне нравится девочки это брюки large я натянула их на себя с небольшим с небольшим или с большим трудом но натянула то есть они такие маломерит немножко на больших попах вот и но смотрится по моему очень прикольно кстати от моей бордовые сапоги совсем неплохо потому что здесь есть такие красненькие бордовенькие такие как вкрапления поэтому вот даже с моими сапогами совсем неплохо но мне кажется это классно девочки это конечно такое попугайство но вы знаете вот стиль семидесятых именно отличался вот таким вот вот такими расцветками вот такими цветами если вы посмотрите картинки где-нибудь там в google или в пинтерест стиль семидесятых вы видите именно вот такие вот я помню это господи я была ребенком моей маме вот платье расцветки очень похожи и фасончик такой знаете брюки немножко такие плешные но не сильно что очень ценно для меня они короткие в том что мне все брюки зале очень длинные мне надо их отрезать половину штанины а здесь они прямо такие знаете как раз вот длина самый самый раз для меня у них еще знаете что у них еще есть такое платье которое сверху может я буду уходить я снимаю поставлю сбоку она сверху вот такого вот по такой расцветки а потом постепенно переходят вот в темную очень интересно но на прот коротенькая такой немножко детская то есть вот так расцветка интересная а фасончик нет нету как вам такое сочетание я знаю мне сейчас будут ругать будто меня называть цыганкой попугаем как меня только не называют девочки но я пробую я примеряю мне очень интересно вот именно сочетать цвета и расцветки и рисунки и вот с черным пиджаком и с белым мне кажется что это классно это прямо вот такой вот семидесятые семидесятые если бы брюки были бы немножко пап или клюшнее правда пошире это вообще был бы прямо такой пустов прям такой прямо такие семидесятые вот все клубный пиджак вот это то что носили тогда и так носили тогда мне кстати очень нравится 70 я не знаю я как-то прониклась последнее время может быть потому что я в 70 еще было ребенком и не успела поносить эту моду в отличие от моды 80 90 и 2000 который я уже в 3 десятилетия я уже успела все поносить а вот 90 и нет потому что я была тогда ребенком и носила детские вещи а вот сейчас я прямо прямо тащусь от вот этих вот семидесятых вайба вот этого 60 это же очень люблю потому что опять же тоже не поносила в общем красиво мне нравится конечно же примерила я с белым пиджаком мне кажется черным лучше но с белым тоже потому что ведь вверх здесь топ белый белый фон а здесь черный я хочу сказать эти брюки очень высокой посадки сейчас покажу вам на самом деле они очень удобные они такие мягкие эластичные и на очень высокой посадки но но маломеречные размер ларч на мне прям с трудом плотника как сел вот такой вот сочетание с белым пиджаком и давайте вам покажу ведь они до сих пор брюки они довольно высокие очень высокий вот честной пиджак чтобы было видно или вот так вот если я заправлю даже этот топ сюда о видите можно его даже заправить вот оно вот так вот довольно высоко довольно высокие эти брюки так вот вот здесь вот у меня пуп вот видите они от пупа еще три пальца два пальца три пальца пупали ну что вашим глазам еще не больно от этой пестроты то есть видите как она сделана у него внизу такой пояс пришит с черным таким роликом и такая же штука у него на манжете такой рукав широкий значит я примеряла видео можно было и смол она довольно такая просторная довольно широкая коротенькая ну она стоит она 5590 долларов наших канадских и это стопроцентный балестер я уже проверила чтобы не мучить вас этикетками я уже посмотрела вот такая вот веселенькая вещь брюки да это один и тот же рисунок одинаковый только разного цвета и разного цвета немножко разного качества ткань я проверила он восемьдесят девять флестер и 11 ластан поэтому они такие более гладкие и немножко так тянутся вот это совсем не тянется они такие тягучие значит что это эти брючки 50 долларов не так страшно размер ларча примеряла и еще раз повторюсь они довольно таки маломерные ларш мне был так плотненько обычно ларш мне даже немножко чуть-чуть великоватый оранжевое платье как вам такое платье значит по ощущениям по цене я думаю что в нем есть какой-то любой я потом посмотрю красивое платье очень яркое много пуговиц они понатыкали чтобы были здоровы пока я их расстегнула застегнула для не все расстегивала я расстегнула все сверху вот эти вот несколько через голову надела его я уже не стала его так надевать полностью в принципе это платье халат видите у него пуговица до самого низа два разреза по бокам я вам хочу сказать что платье такого плана они очень худит худят ну как бы вот так вытягивает фигуру вот эти пуговицы все вот это вот однотонная вот такая вот мать колонна ну действительно несмотря на яркий цвет как-то я в нем выгляжу прямо такая стройная стройная ну мне кажется хотя это ларш и ларшми в самый-самый раз оно как бы мне не маленькое небольшое я хочу сказать даже в плечах здесь просто вот пояс вот этой штукой прихвачен а так в принципе его надо немножко повернуть можно надеть мой черный пояс давайте я попробую с моим черным поясом золотой пряжкой может быть неплохо все время изо всех сил пытаюсь присобачить свой пояс черный золотом хотя посмотрите как подходит он к этим пуговицам но по-моему это слишком ярко потому что оранжевое платье черный пояс такой жуткий контраст сюда бы подошел пояс наверно бежевый может быть тоже золотой пряжкой но такой более спокойно потому что такой контраст он прям как-то даже нехорошо изо всех сил пытаюсь но не получается мой пояс присобачить ладно окей вернула я оригинальный пояс на место мне кажется так намного лучше вот такое длинное яркое красивое платье по-моему очень ничего симпатичного вы знаете что я думаю что будет хорошо с черным оранжевый с черным как бы но мне не нравится какой-то очень-очень они как-то эти две вещи не танцуют друг с другом платье такое такое больше хлопковое платье халат а пиджак такой очень клубный и вот они как-то по стилю не сочетаются даже не говорю про цвет хотя цвет тоже вот почему-то этот оранжевый не сочетается с черным и спамерю с белым пиджаком мне тоже интересно как будет но почему-то вот не сочи не как-то не очень сочетается не знаю и стиль не тот ткани какие-то разные свет вот очень-очень резкая разница знаете черный с оранжевым а потом это такой хэллоуин вы знаете у нас черный с оранжевым цвет хэллоуина на самом деле поэтому это такое знаете пугалки страшилки чуть-чуть подумала действительно забыла был давно осенью я уже забыла про него сейчас если было бы осень я бы точно вспомнила что это цвета хэллоуина мне даже кажется что с белым немножко лучше хотя тоже что-то пить какой какой тяжелый цвет два базовых цвета черный и белый и вот он с ними не играет не танцуют не знаю может быть за счет того что ткань такая хлопковая а пиджаки такие зимние поэтому как бы немножко может долго мне кажется лучше всего был бы такой знаете бежевый льняной пиджак с ним очень нейтрального цвета вот такой и такой же текстурой няной сейчас нету здесь таких а в принципе вот если бы вот был вот что такое если надевать пиджак то вот именно вот какой-то должен быть очень базовый очень такой нейтральный цвет потому что черный и белый он в общем-то базовые цвета но это яркие цвета поэтому получается два ярких цвета а вот такой бежевый какой-нибудь такой знаете вот как песочный ни одной пиджак был бы сюда очень хорошо но платье красивое само по себе платье само по себе очень интересное очень классно вот под этим светом она вообще такой яркая прямо она не такой ярко оранжевый вы видели на мне а здесь она прямо знаете как эти вот в америке заключенные ходят оранжи за new black помните этот сериал про женскую тюрьму так вот они там ходили в оранжевые такие робы у них прям такой он знаете как это но он жизни более спокойно не такой яркий значит видите стоит он 90 долларов оно платье потому что видимо в нем есть какой-то что-то натуральным составе размер ларча примеряла если вы хотите код кучки такие симпатичные давайте посмотрим состав ага значит состав 60 процентов исходе 40 процентов ли он вот я почувствовал днем присутствие на и вообще чего-то натурального то есть вот видите состав у него совсем не неплохой поэтому и цена не немножко но в принципе у нас синтетические платья продаются за 80 это за 90 то есть на 10 долларов всего лишь дороже но уже как бы виску за солью а и пиджаке я вам еще не сняла давайте снимут жакеты девочки жакеты как же я все время забываю все время называют пиджаками так значит белый я проверяла медиуму не чуть-чуть маловато чуть-чуть и он стоит 100 долларов вот такой он сделал с подкладкой такая ткани и дерюшка господи как же называется твит девочки твит чуть не полезно гуглать как называется ткани с которых шли в пиджаке шанель потому что забыла название ткани твит пуговица красивые что на них изображено не пойму но это и не важно давайте посмотрим состав вот же незадача видите здесь оторвано ну в общем это акрил с катоном сколько-то катона а сколько-то акрила оторвано сколько процентов а подкладка стопроцентно это такой пиджак жакет девочки жакет не пиджак и нет к нему этикетки представляете я сейчас пойду в зал и сфотографирую наверное сколько он стоит что чего но размер ларча примут примеряла морока много не счет морока ведь это же пуговички такие красивые там короны гербы какие-то клубные клубные это отделка вот такая сделана и давайте посмотрим состав так значит 76 процентов полиэстер 18 вискоза 6 эластан и подкладка стопроцентно ацетап пойду сейчас взял сфотографировать этикетку и поставлю сбоку сколько он стоит вот видите вот это платье с этим поясом неплохо потому что цвет не такой яркий хотя тоже довольно яркий но этот оранжевый с черным прямо было очень очень не очень все девочки вот такие у нас сегодня были примерки люблю зару за то что всегда можно прийти и найти что померить из чего выбрать что с чем посочетать потому что не всегда в других магазинах прихожу в юникло и с трудом нахожу что-то что можно как бы из чего можно сделать какие-то интересные красивые образы и аутфиты вот в данном случае вообще в заре сейчас буйство красок и всяких разных фасонов и нужно очень много чего найти интересного вообще люблю новые коллекции потому что очень много есть новых интересных вещей красивых так что вот будем ходить мерить сейчас пошла пошли коллекции весна-лета так что я думаю что будет много всего интересного а на сегодня все люблю целую с вами была ваша дитя из канады пока пока бай